Инициирую общение с детьми, в процессе которого выясняю, какие знания уже имеются у детей. Традиционно в августе перед началом нового учебного года во всех образовательных учреждениях города проходят мероприятия, посвященные постановке цели и задач на предстоящий учебный год. В детском саду номер 51 в творческой мастерской воспитатели поделились опытом о внедрении проектной деятельности у Дашкалят. Педагоги нашего детского сада реализуют образовательную деятельность в рамках проектной деятельности, начиная с младшего возраста. И в соответствии с возрастными особенностями выстраивают правильные алгоритмы работы над проектами. По словам педагогов, в рамках одной работы каждый ребенок может реализовать свои творческие возможности. В этом году малыши детского сада номер 51 вместе с родителями и воспитателями уже реализовали несколько успешных проектов. Я познакомила коллег с методом мыслительной карты, которая помогает мне реализовать успешный проект. Успешный проект – это успешный ребенок. Дети сначала предлагают, допустим, у нас была тема «Ягодное настроение». Дети предложили какую-то ягоду, затем мы нарисовали ягоду, затем мы проговорились с ними, составили ассоциации, какие возникают с данной ягодой, например, малины. Мыслительная карта помогает собрать воедино образы, знания, умения и навыки, которые ребенок получил во время проектирования. Очень интересно, мне понравилось. Я в своей деятельности, в своей работе такого не пробовала, обязательно попробую. Мы это как-то делали более поверхностно, а сейчас вот именно с зарисовками, с картинками, с сюжетами, вот все это попробуем сделать в своей работе. Вот так в форме непринужденной игры ребенок приобщается к научной деятельности. Наталья Китова, Ярослав Прохоров, Тобольское время.